Мур, привет друг, это Зверько. Сегодня разберем как контрить Иксборга. Сразу сообщу для тех, кто своими мозгами не дошел. Я показываю контрмеры к герою на основе механики игры. Например, если анимация каста полсекунды, каким бы не был скилловым игрок, время анимации он не изменит. Хорошие игроки в курсе, как контрятся их герои, и они будут стараться избежать этого, и вот тогда будет соревнование навыков и мозгов. Чтобы показать сам принцип, как контрить героя, не нужен топ мира. Если у тебя мозги это не нитка, что соединяет глаза и уши, то освоив принцип, ты сможешь его применять. Остальное зависит от твоих навыков и навыков соперника. Итак, по традиции, чем же опасен этот дикий фаерщик? Опасен он чистым уроном от нагрева цели и взрывом. Собственно, все. Контроля мало, автоатаку используют редко. Основное правило соло-боя – не давай себя нагревать. На самом деле урон Иксборга небольшой, пока он не становится чистым. Его первый навык работает 2 секунды, и тебе нужно в момент действия навыка выходить из зоны огня и наносить урон. Но контроль лучше оставить на потом, потому что, чувствуя опасность, Иксборг скидывает кожу, эээ, использует ульту и взрывается. Вот тут надо учитывать некоторые особенности. Нанося урон, пока на Иксборге броня, избивая эту броню, он получает короткую неуязвимость на время разрушения. Поэтому одним ударом его не забить. Кроме того, что я умолчал в гайде, думая, что разрабы образумятся и исправят эту фичу, во время действия ульты на Иксборга не действует контроль. Ну, а после происходит взрыв, который тоже можно уменьшить. Итак, выходы из ситуации. Пресекать ульту, сбивая броню и понижая его огневую мощь. Тут понадобится контроль и антихил. Атакуя, Иксборг выстреливает огонь веером перед собой. Попав под огонь, резко меняя направление движения, в сторону. Либо за спину Иксборга, или разрывай дистанцию. Без брони Иксборг наносит гораздо меньше урона. Именно поэтому я на него беру бесконечную битву. С ней можно отбиваться и без брони. Но большинство играют стандарт. Броня, отхил и чуть урона. Если Иксборг ультует, то контроль в него кидать бессмысленно. Остается. Уклон от взрыва прыжком или вспышкой. Почему не спринт? Иксборг может прожать взрыв раньше. Даже прожимая, он наносит 100% своего урона ультой. С другой стороны, если у Иксборга осталось мало хп для брони, то есть вариант подорвать его броню с помощью урона. Поскольку, когда он детонирует от того, что хп брони кончилось, то урон уменьшается в половину. Тут через полсекунды можно накинуть контроль по убегающему или преследующему Иксборгу и добить его. Герои, которые могут помочь справиться с Иксборгом. В демонстрации мне поможет мой друг и переводчик ML Devil. Франко. Может остановить передвижение Иксборга под ультой, но не может предотвратить детонацию от нажатия кнопкой. Поэтому тут Иксборга ожидает дилемма. Попасть в ульту Франко до взрыва и спокойно убежать, либо взорваться раньше и попасть под ульту. Как многие помнят, из ульты Кайе нельзя вырваться очищением. Но эта ульта не останавливает Иксборга, значит Кайе не подходит. Харли. Хорошо расфармленный Харли способен снять броню до схлапывания кольца своей ульты. После чего кольцо добьет Иксборга, а взрыва Харли может избежать своим телепортом. Люнакс. Способна в светлой ульте переждать взрыв Иксборга, если угадает тайминг. После чего подпрыгнуть темной ультой и добить огнеметчика. Подвижные убийцы. Способны уворачиваться от атак Иксборга, а порой и доджить его ульту. Как это делает Ланслот и Гассен. А вот у Хайя Буса возникает проблема. Поскольку во время детонации ульты Иксборга Хайя Бусу выкидывает из-за его ульты и тут же наносится урон. Но по большому счету благодаря теням Хайя Бусу способен увернуться от взрыва и вернуться в бой и лишь потом использовать ульту и добить Иксборга. Хелкарт и Наталья могут своей молчанкой не дать активировать ульту Иксборгу. А продолжительный контроль Селены тоже подойдет для убийства огнеметчика. Есть мнение, что Кимми перестреливает Иксборга, когда отступает плюс какие-то невнятные условия. Но если у Иксборга интеллект чуть больше, чем у Помидора, он не станет гоняться за ней. Есть куда менее подвижные цели. А Кимми не будет гоняться за Иксборгом, потому что у него огнемет работает дальше, чем атаки Кимми в нападении. Ну а если ты играешь не контргероем, то антихил тебе в сборку, чтобы помочь команде. А контроль применяешь, чтобы либо снять броню с Иксборга, либо добить его после ульты. В поздней игре урон от ДК способен быстро снимать броню этому фаерщику. Поэтому Иксборг герои ранней и средней стадии игры. Учти и это. Надеюсь, видео поможет тебе освоить принцип контр-игры против Иксборга. Пиши в комментариях, против кого тяжело играть, и я, возможно, сделаю контр именно на этого героя. На этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись видео с друзьями и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok